В ближайшие минут 40 я поделюсь с вами знанием нашим о механизме антикифера, который является старейшим автоматическим прибором, который мы знаем. Можно сказать, старейшим компьютером, предназначенным для астрономических исследований, который был создан астрономом того времени, это 22 века тому назад, который мечтал о том, чтобы получить такой инструмент в распоряжении. Это древний инструмент, как вы слышали, и благодаря этому моделированию можно понять, как он работает. Там есть шестеренки, и это очень интересное моделирование, которое вы можете найти в своем собственном телефоне. Например, здесь мы видим, в Италии вы гораздо лучше поймете, как работает антикиферский механизм. Это моделирование было сделано господином Синампопулисом, студентом университета в Македонии. Он также автор вот этой модели, благодарный ему и его профессору Майотису. Антикиферский механизм, который выставлен на выставке в здании библиотеки, с правой стороны от входа. Конечно, если захотите, можно продолжить там обсуждение об этом. И в прекрасном музее архитектуры, ряд из библиотеки, сущего, о котором мы знаем, есть гораздо более развёрнутая экспозиция. Там 23 панели и витрины, плюс несколько экспонентов, таких как вот такого и побольше размером, что позволяет лучше заглянуть внутрь механизма, плюс несколько моделей. Конечно, хотелось бы поблагодарить всех вас, фестиваль, министерство, сам университет и всех тех, кто внёс свой вклад в работу нашей команды в Афинах. Я перечислил всех этих людей здесь. Вот этот прибор, которым мы пользуемся сейчас, для демонстрации вам, как люди смогли создавать технологию, развивать науку и философию одновременно, что вызывает большое удивление. С самого детства, может быть, когда мне было лет 12, поскольку мы жили очень близко от Афинского музея, я обзавёлся привычкой под влиянием родителей, преподавателей школы, посещать этот музей, в особенности Национальный археологический музей. И поскольку математика была моей первой настоящей любовью, который любит математику, поднимите руки, я вижу, хорошо. И астрономия также была моим хобби. Я часто останавливался и восхищался этим прибором, который там выставлен. Конечно, это реконструкция, и меня поражал инструмент, которому прибор, которому было 22 века. И между тем, этот прибор был оснащён шестерёнками. Кроме этого, Астролябус Антикитера. Антикитера – это очень маленький остров. И вот Астролябия Антикитера – это место, где был найден прибор. Как раз накануне Пасхи 1901 года, какой-то нылящик совершенно случайно обнаруживаю. Я восхищался этим прибором. Я любил математику и интересовался астрономией. Я заинтересовался, каким же образом люди могли интересоваться астрономией в то время, когда телескопов не было, не говоря уже о том, что и космических аппаратов не было. С течением лет, с течением времени, с моими студентами и друзьями в Афинском университете, мы постоянно задумывались над ответом на мой первый вопрос. Каким образом людям удалось создать такую космическую машину, можно сказать, такой механический микрокосм? Сейчас, мне кажется, ответ на этот вопрос получен. Я начну с рассказа о философе, об Аристотеле. Вот здесь у нас 2400 лет прошло с момента его рождения. Нам точно известна дата его рождения. Он внес большой вклад в понимание того, каким образом люди могли создавать такой космос. Я прочитаю здесь отрывок отсюда. Возможно, у вас есть такие магнитные стикеры. Мне его дали при входе в университетный фестиваль. Здесь показано... Здесь изображено падение крупного метеорита. Аристотель описывает, очень хорошо описывает вот это падение. И он подсказал мне идею о том, что люди, философы в Древней Греции, понимали, что космос состоит из материала, из такого же, как и мы, поскольку они наблюдали падение метеоритов. Они трогали эти метеориты, они видели, что эти метеориты — это камни, горячие камни они их называли, или звезды. И они пошли еще дальше. Это конгломераты концентрации горячих газов. Интересно, как же им удалось это понимать, не имея в своем распоряжении достижения физической и химической науки? Почему? Потому что они видели падение этих метеоров, подобно тому метеору, который свалился два года назад в декабре и разрушил 200 тысяч окон, и не только это. Разбил 9 тысяч окон. Аристотель описывает совершенно то же самое. Метеор создает ударную волну, землетрясение. Он называет это волны. Волна — это, можете сказать, до 200 чисел М. А это вы собираете энергию, которая в 400 тысяч раз больше, чем энергия реактивного самолета. Представьте себе падение такого камня. Вот это начало нашей беседы о том, чего началась астрофизика и космология. Вы видите, вы читаете в старинных текстах, что греки говорили, что звезды состоят из концентрации, из концентрированных газов. А интересно, как же они получили правильный ответ? Конечно, они полагались на гравитационную силу, они говорили, что тяжелые атомы сосредотачиваются в центре. Это хорошо в качестве вступления к современной астрофизике. И механизм является результатом того же процесса, согласно которому люди наблюдали за небом тысячелетия с доисторических времен. В особенности во время... Во время сельскохозяйственной революции, когда люди стали обрабатывать землю плугом, они поняли, что им необходимо обзавестись календарем, календарем, подобным тому, который был открыт в затонувшем корабле, где на реальщике нашли вот эти таблички. Мы знаем, что в те времена греки называли «пинокизио», что означает «маленькие таблички». Ну, таблички, да. И... Движение было непрерывным, как мы говорим. Создание прибора основано на той идее, что природу может точно описать с помощью соответствующих математических формов, с помощью законов физики. И в старинных текстах мы находим этот закон, небесный закон, тот закон, который выстраивает звезды в определенном порядке, что весьма интересно. Итак, когда мы читаем инструкцию пользователя для этого прибора, мы читаем, среди прочего, описание тех законов физики, на которые они полагались, то есть периодичность. Мы также открыли в этой машине, что... Мы проанализировали с помощью компьютерной томографии, математики, физики, все это проанализирует машина. Используя нелинейную томографию, мы открыли, что... те шестеренки, которые спрятаны в механизме, это, в общем-то, просто кусочек металла, который был поврежден в результате многолетнего пребывания под водой, по крайней мере, 21 столетия он там пролежал. Результат, полученный мы в июне, он был впервые представлен в Байреусе, в Греции, а сейчас мы представляем результаты вам. Из этих результатов следует со всей очевидностью, что они уже были знакомы с законами физики, прежде всего, периодичностью, периодическим законом, который закон четко прописан. Вы используете эту периодичность для определения дат солнечного затмения, лунных фаз, для Венеры, для Венеры и для каждой планеты, для Венеры в особенности, они дают периодичность 462 года, которая включена в математику, определяющую движение шестерен. для Сатурна 422 года. Мы знаем, что великий математик и физик, и астроном, и инженер Архимед сконструировал две подобных машины, два похожих механизма, которые они называли «сферы», «сферы», по-гречески «сферы», а это были автоматы, они хорошо описаны несколькими авторами. Мы знаем, что они имели структуру или конструкцию, подобную этому же примору. как я уже говорил, это последовательное развитие этих конструкций, которые первые начали, в общем-то, открыли доисторические люди с помощью своих пальцев, камней, палок, кружков и так далее. А здесь, в археологическом музее, вы можете увидеть очень старый календарь, который работает сходным образом, соответствующим математическим формам, которые используются здесь. То есть, в упрощенной форме, это может быть в любом доме. Посмотрите на этот календарь, когда вы посетите здесь археологический музей в Москве. Этот конкретный прибор является гораздо более сложным по сравнению с тем, с чем мы сталкиваемся, читая старинные книги и с тем, что мы могли бы представить себе. Обычно, когда вы читаете эти старинные книги, мы можем подумать, что это преувеличение. Возможно, это были просто игрушки, но здесь доказывается, что такой прибор действительно существовал и действительно был гораздо более сложным, во много раз более сложным, чем описывались старинные авторы. математика. Математика все в большей степени вступает в описание природы и законы, которые создавали люди, как правило, основываются на симметрии. Небесные симметрии, простые движения, круговые или сферические конструкции. и астрофизика, как только что мы отметили, сыграла важную роль в развитии того, как люди осмысливали природные явления, осмысливали природу, первоначально люди думали, что вот эти красивые вещи, которые они видят на небесном своде, это боги. А прогнозировать то, что делают боги, невозможно. Это ибрис, как называли это греки. В действительности это оскорбление для богов. Каким же образом тогда люди сумели сделать следующий шаг и спрогнозировать то, что сделают боги. Платон и прочие ученые говорили, что самая важная богиня из всех это Ананги. Ананги это богиня необходимости. Люди должны знать, когда начать пахать свое поле, когда засевать его с тем, чтобы потом у них была пища. Для этого им нужна математика и календари. Поэтому идея предсказывать то, что сделали боги, зародилось тогда, и сделать это постоянно. звезды наши усилия направлены на то, чтобы понять, что такое звезды. Мы, в общем-то, люди. Мы развиваем наш разум, мы занимаемся математикой, физикой, а наряду с этим мы философией. действительно это верно утверждение. Что, собственно говоря, первоначально было необходимостью становится при наличии астрономии становится началом нашей цивилизации. Мы наблюдаем за движением Солнца, звезд и Луны, а затем можно обойти все Грецию, если вы знаете астрономию, иначе же вы заблудитесь. И таким образом развивалась логика с помощью математики, как пифагорейцы по греческой традиции говорили. Пифагор был первый, кто понял, что природу можно описать с помощью математики. Я абсолютно уверен, что он не был первым, кто сделал это заявление. Но он первым, кто отразил теорию, которая стала большим шагом вперед вместе с салическими науками. Есть и другие гиганты в математике, физике, философии. Но это то, что мы называем пифагорейской философией, которая доказывает, что это очень важный шаг для человечества. У нас есть доказательства, и одновременно мы устанавливаем причинно-следственную связь. Причинно-следственная связь, наряду с законами физики, позволяет нам понимать природу должным образом. Вот именно так мы превратились в людей. Чередование времен года, необходимость в календаре и необходимость в математике, наряду с этим. Иначе с сельским хозяйством у вас ничего не получится. Календари. и, конечно, одновременно доисторические люди выбирали пещеры для проживания. Посмотрите на юге, например. Пещеры, которые попрощены на юг, развивалось искусство, а с искусством появлялись и числа. Если вы почитаете их, это лунный месяц, и это появляется очень часто. У нас здесь Венера Ла Сейля или богини Минерва, или это полмесяца. И я а вот здесь изображение года, вот это 13 лунных месяцев. Опять-таки, далее, еще один календарь, вот здесь доисторический календарь. А что еще более удивительно, это Альтамира, несколько подвесок, которые носили женщины, а одни из них для того, чтобы знать свои циклы овуляции. Невероятно просто. и представьте себе, что это было 16 тысяч лет тому назад. Поэтому математика была необходимой для понимания своего собственной природы. Далее люди добавили ориентацию зданий в архитектуре. это осуществляется многообразными путями. Даже Гиппократ выработал набор правил для создания города, для его ориентации в зависимости от широты, среди прочего, но в основном благодаря на восходе солнца в декабре. например, вот здесь как в Египте в Карнаке астрономическое здание для создания календаря с тем, чтобы знать, когда солнце поднимается через это отверстие, создано несколькими отверстиями, расположенным последовательно, что это значит 22 октября, а это подобающее время в Египте для начала сельскохоза работ. Вот это вот тоже астрономические здания в Египте. Такие здания можно найти по всему миру. Возьмите Самарканд, Афины. Это первое столетие до нашей эры, очень сложное астрономическое здание с более чем девятью часами. Одно из них механическое, как вот это часы. Мы изучали с моими бывшими студентами. И ориентация здесь здесь обсерватория Метона это старейшая и крупнейший и крупнейший парламент в Афинах. Он тоже сориентирован с помощью астрономии. Возьмем Дельфы, снова Дельфы, несколько храмов, все которые ориентированы с помощью достижения астрономии. Улицы Перея, Перея в Савониках, все сориентированы с помощью астрономии. Театр возьмем, знаменитый театр Эпидора, но все театры, которые я изучал, отличаются тем же. Возьмем, пойдем в Константинополь, заглянем. Опять-таки, астрономическая ориентация. даже подземное пространство, это я увязываю это с предыдущей лекции, даже емкости для хранения воды подземной тоже имели ту же ориентацию, чтобы солнечные лучи 21 декабря проникали в ворота. доисторическая традиция. Гиппократ это впоследствии использовал. Второй компонент это симметрия. Очень важно в математике. Но все в природе очень важно. Физика, физика, конечно. Перейдем к физике через несколько минут, возьмем современную геометрию и, конечно, витрувийский человек, витрувианский человек, да Винчи, это те симметрии, которые наблюдаем в книгах Платона, когда он описывает эквиваленты атома, это кварц. Смотрите, это элементарные частицы, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Та же самая симметрия здесь необходима, как и в природе, так же, как и в архитектуре. А здесь отклонение от симметрии иногда, как в законе Кеплера, отклонение от круга. Это используется для создания такого механического космоса, дамы и господа. Вот каким образом люди 22 столетия назад создали этот механический космос. который дает вам представление о следующих вещах, положение Солнца. И также дает вам определенные данные по календарю, который насчитывает 365 дней. И также каждый четвертый год у нас другой календарь, мы расскажем об этом попозже. И далее представлено положение Луны, и здесь вы видите, как Луна вращается вокруг Земли. И располагает очень хорошей скоростью, весьма реалистичной, согласно второму закону Кеплера по аппроксимации. И здесь представлена как раз вот данная схема, данная модель шестернями, которые мы уже видели внизу. Вы видите желтую и зеленую внизу шестерню. Опять же, сочетание зеленой и желтой шестерни. и вот эти четыре шестерни взаимодействуют друг с другом, и в середке находятся внутри закрепленные части, и помимо того, как они начинают двигаться, вырабатывается вариативная скорость. это очень интересная и умная конструкция с точки зрения математики. Это вот то, что соответствует законам математики. но если вы не владеете математикой, то это похоже на сферическую гармонию. Мы называем это сегодня таким образом. Это явление очень интересное явление, и несколько сфер двигаются в взаимодействии друг с другом, согласно закону Аристотеля. Очень такое простое правило. С другой стороны находятся несколько календарей, и давайте я расскажу вам о календаре Олимпийских игр, который вот здесь нарисован. Это четырехлетний календарь, а именно это восьмилетний календарь, который использовали греки. Он называется календарь окта, то есть после восьмилетней. этот календарь присутствует и в других странах, включая Россию, Грецию и другие страны, которые руководствовались этим календарем некоторое время назад. И это календарь был использован и королем Спарты, и другими народами. механический космос, и 99 месяцев в течение восьмилетнего цикла. И в течение этого периода возникает пять периодов движения Венеры вокруг Солнца. И остальные параметры скрыты. Я это называю подписью Пифагора. Вот здесь показаны пятиугольник внутри этой конструкции. Внутри не видно, что она где находится. Почему этот пятиугольник так важен? Конструктор может сказать, я исхожу из пифагорейской науки. из его принципа. очень важное обстоятельство. Потому что Венера вращается вокруг Солнца, а она делает используя конфигурации пятиугольника вот таким образом с пяти остановками. пятиугольник данной машины располагает такими шестеренками, которые присутствуют во всей Вселенной, например, Юпитер, планета Юпитер. Вот у нас такая шестереночка где-то на три сантиметра с полом пространства внутри. Она вот таким образом двигается вот постоянно, Если вы возьмете указку и вставите ее в шерстеню, она будет двигаться с остановками вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад с такими вращательными движениями. И поскольку у нас шестеренка внутри находится, мы сможем скалькулировать расстояние от этих планет до Солнца, используя вот только лишь шестеренку. Это, кстати, будет достаточно точное. пространство. Ну, например, пусть это будет Юпитер. Каким образом узнать это расстояние? Вот измеряется расстояние путешествия планеты от одной остановки до другой. Вот таким очень так просто и гениально. Каким образом греки, например, Архимед, установили, каково расстояние планеты? до Солнца. Именно, наверное, таким образом он измерял расстояние и другие ученые его времени. Сейчас, я думаю, можно приостановить мою лекцию и представить ваши вопросы. Вы можете прочитать эту книжку, которая на столе выставлена, и у нас выставка в библиотеке тоже представлена. У меня даже 25 минут. Потрясающе. Да, я немножко тут ошибся. Да, отлично. Хорошо, значит, я буду продолжать. Скажите мне тогда, когда уже 10 минут останется до конца лекции. Хорошо. А так возвращаясь к Антикитера. Это тот остров, где был найден данный механизм. Все это располагалось на огромном корабле. Сейчас многие археологи, которые занимаются исследованием затонувших кораблей, говорят о том, что где-то 10-12 сантиметров ширины были эти механизмы. Это вообще говоря, как большой затонувший музей. Как раз затонувший корабль, который может классифицироваться как музей. И там было 7000 различных артефактов, которые римляне перевозили в Италию. И Нептун и Посейдон послал пловцов, реальщиков в 1901 году. Вот они с этого острова Сими двигались в этом направлении. они остановились вот в данной точке. И это было за день до Пасхи 1901 года. И как раз нашли вот эти артефакты. Какие-то были обнаружены даже и годом раньше. и это была мощная находка. Там достаточно много было разных артефактов. Здесь представлена голова от очень красивых двух статуй. Мы называем его философ Антикитера. И это может быть один из философов, который мог жить где-то в северной части Черного моря. Очень красивая статуя. Также здесь представлена статуя Персея, которая держит голову Медузы. Я предпочитаю эту версию, нежели чем Парис, который держит яблоко. на затонувшем короле Бараби были роскошные диваны, найденные также серебряные монеты, вот такого рода. И данные монеты помогли определить дату корабля. Когда корабль затонул где-то до 75-й год до нашей эры. То есть большинство феороков склоняется к этой дате. очень красивые изделия из стекла типа мурана, муранского стекла, мозаика. В Болгарии в музее есть что-то похожее. И далее вот такая чаша, которая все с удовольствием дома и эту чашу бы у себя хотели бы иметь. Ну, современного плана. И вот эти красные блюда и прочие изделия выглядят очень обычно. Но это были специальные артефакты, которые были для симпозиума предназначены. и когда мы изучали все эти артефакты, я уже, дамы и господа, не трех из них рассказал, это самое интересное во всем этом, это вот позиция и расположение всех планет согласно фазам Луны. И вот этот календарь, которому 19 лет, и этот календарь, который мы используем для Пасхи, для определения даты Пасхи. там еще внутри есть календарь, который на 76 лет рассчитан, принимая во внимание высокостный год, и они как раз взаимодействуют согласно законам природы. Далее у нас представлен эклипс. Это очень важная составляющая данного календаря. У нас есть 13 эклипсов подобного рода, что еще называется солнечным затмением, и мы можем и час, и месяц, и год данного затмения предположить согласно этому календарю по отношению к схеме. И мы можем понять, где конкретно, в какой точке Земли может быть зафиксировано солнечное затмение. В 9 лет часов оно произойдет, в этот месяц, в этот год, и где можно наблюдать его. В 9 часов не так много мест будет обнаружено, где будет солнечное затмение скорее всего это будет одно место. Согласно тем данным, которые мы получили благодаря этому календарю плюс вычисления, которые были сделаны господином доктором Бергеном Херриксоном из Университета Упсалы, ответ состоит в следующем, что все это уже в Сиракузах было обнаружено. Все эти расчеты были произведены тогда, согласно теории доктора Изупсалы. И до смерти Архимеда и через 30 лет после, то есть за несколько лет до смерти Архимеда плюс 30 лет и более после его смерти, говорит о том, что Архимед скорее всего явился праотцом этого календаря. Он собирал данные и его студенты в течение 30 лет или 50 лет как раз обрабатывали эти данные и направляют ученым по всему миру. И те, кто получал вот такие схемы вот этого инструмента, могли сконструировать подобные. архимеды это было сделано теми мастерами, которые очень хорошо работали по металлу, которые катапульты изготавливали и так далее. И именно как раз дедушкой вот этого инструмента стал Архимед. И я хотел бы сказать, что здесь представлен след или подпись Архимеда. Он оставил свой след таким образом. То есть теперь у нас осталось 10 минут, ему здесь уже можно приостановиться и задать вопросы. Пожалуйста. Кто готов задать вопросы? Вопросов нет? Есть. вопрос. Я попытаюсь на английском сформулировать мой вопрос. Извините, у меня плохой английский. Древние греки думали, что Земля была центром Вселенной. геоцентрическая система. Но во время Пилагора у нас была гелиоцентрическая модель Земли представлена. и в центре был основной фокус. То есть они буквально Землю туда поместили как основной фокус. И поэтому небольшой такой цикл был отражен, по которому идут планеты по кругу. Но это связано с центром тяжести. Но они же не знали. Система, которую они использовали, она геоцентрическая. В вашем компьютере, например, или в вашем телефоне вы можете отразить вечернее небо Москвы. И в московском центре это будет центр вселенной Москва, центра Москвы. Вот такую схему тоже можно использовать. А как насчет Толемея? Он же был автором этой системы после Архимеда, мне кажется. Возможно, Гепарк может быть одним из авторов, поскольку это была очень важная составляющая греческой астрономии. Архимед, конечно, был человеком номер один, но я в меньшинстве в этом плане. Но Гепарк с целью как раз жил во времена создания этого инструмента. И мы знаем, что через несколько лет после его смерти, через 40 лет примерно, его коллега Посейдон из Родоса, основатель философской школы в Родосе, обладал этим инструментом. И это описано как инструмент Посейдона. Посейдона. И это описано Цицероном. Цицерон как раз изучал эту философическую науку плюс математику плюс астрономию и риторику в данный период времени. Поэтому он увидел этот инструмент и он описал его очень хорошо. И также он описал инструмент Архимеда, поскольку он видел их в Риме в доме Маркеллоса и другой в храме Веста. Что вы думаете о технологии? Каким образом они все это сделали? У них же не было каких-то методов металлической обработки, химической обработки. Технология потрясающая. Но металлургин на тот момент была в превосходном состоянии уже 2000 лет назад, еще до того, как был создан этот инструмент. Кольца и камни на кольцах как раз по всей Европе уже 2000 лет назад существовали. Они прекрасно были сделаны, весьма герметично. И на Крите, до Британии и по всему европейскому континенту они изготавливались. И металлургия на тот момент была весьма продвинута. Они использовали различные сплавы для этого инструмента. И наиболее продвинутые сплавы как раз составляли ось. И шестеренки были сделаны из меди и из олова и также из свинца для смазки. Потрясающе. Мы в наших автомобилях тоже используем свинец для тех же целей. и в этом музее вы могли увидеть большое количество инструментов, созданных мастерами металлургии. И в двух музеях на Крите, в Хане и Иераклионе вы можете найти большое количество этих инструментов. Мне кажется, самый старый это где-то ему 3000 лет. Он сделан из меди 3 метра в общей сложности. Это орудие составляет и металлургии по всему миру очень активно работали. За 2000 лет до создания вообще этого механизма. Поэтому это было не так сложно. Но для таких хороших мастеров, не для всех, конечно. Но я бы с этим не справился. точно. Большое спасибо. У меня два вопроса. Первый относится к следующему. Каким образом мы могли узнать, что этот девайс уже присутствовал в те времена. Мы не знали про этот механизм, который был обнаружен на острове. Эпициклы. Были ли они показаны в исторической системе? У нас есть описание такого типа инструментов в древних книгах, но не конкретно вот этот механизм. Он более продвинутый, я бы сказал. В какой-то книге мы прочитали, что мы можем создать как вот такой инструмент, который будет верхом того, что мы можем сделать. Вы можете создать таблетку, которая показывает апогеи, пирогеи небесных тел. Далее возьмите Ирода. Ирон, Ирон, Ирон или Эрон. Это важный, выдающийся математик, но он лучше известен, благодаря своим книгам по гидравлике, пневматике. И он описывает несколько автоматических устройств. Эти автоматические устройства являются компонентами таких механизмов, и в одном из описаний он рассказывает, как работают такие часы, что дополняет нашу работу. И там цепь, цепь, шестеренка, подобная той, которая используется в велосипедах, и это позволяет системе двигаться с противовесом и с каким-то тяжелым весом внутри. При этом внутри призматического контейнера перемещается вода, которая приводит к созданию потока, к тому, что эта гирька поднимается с постоянной скоростью, например, скажем, 5 сантиметров в час, 5 сантиметров в час, с тем, чтобы движение часов регулировалось. И это настоящие часы. Не знаю, удовлетворены ли вы таким ответом, но если хотите, мы можем продолжить это обсуждение после лекции, поскольку сейчас эпициклам эпициклы есть в механизме для Луны и что обеспечивает переменную скорость Луны в соответствии с законом Кеплера с хорошей аппроксимакцией один сонусоидный цикл на и один для второго или то и другое. Возможно, там и эллипс еще добавлен, но это я в этом не уверен, это моя точка зрения просто. аналогичный метод используется сейчас для трансформирования, преобразования нашего голоса с помощью 32 знаков для отсылки сообщения нашему другу, с кем мы говорим. Та же самая методика, та же самая практика подражающая природе. Спасибо. Спасибо.